Подготовка детей к школе стартовала в республике. В преддверии нового учебного года материальную помощь традиционно получат многодетные семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, а также малообеспеченные. Размер 30% бюджета прожиточного минимума. Выплаты предусмотрены на каждого ребенка. Уборочная 2024 в самом разгаре. Собрать урожай помогает молодежь. Новобранцы молотят зерно в полях и доставляют на сушилки. Сотни экипажей, комбайнеров и водителей работают наравне с опытными коллегами. По итогам кампаний самых продуктивных ждут ценные призы от БРСМ. Белстат подсчитал медианную зарплату белорусов, сумму больше и меньше которой в стране получает одинаковое количество человек. За май показатель дошел до отметки в 1688 рублей. За год она выросла на 20,5%. Самая высокая оказалась у горнодобывающей промышленности работников информации связи воздушного транспорта. Белоруссия начал действовать без вес. Теперь граждане других стран Европы смогут въезжать в нашу республику без соответствующих документов через железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на срок до 30 суток. Обладателям дипломатических паспортов эта опция недоступна. На полное восстановление электросетей в Гомельской области потребуется не менее месяца. Такой прогноз озвучили энергетики на заседании штаба по ликвидации последствий стихий под председательством губернатора. Все это время в малых населенных пунктах будут работать дизель-генераторы. Временная станция обеспечит топливом и поставят под охрану.